С вами Алексей Горбунов, это программа «Обратная сторона ветра», и у нас сегодня дорогой, дорогой очень гость, которого давно не только я ждал, не только радиоаристократы, не только студия, где мы сейчас записываем наш разговор, это Игоря Рабиновича «Рекордс». Находимся мы в Одессе, и наш гость сегодня чемпион мира, дважды чемпион мира, поправляйте меня, если вдруг что, Василий Ломаченко, собственной персоной. Здравствуйте все, здравствуйте. Привет, Василий. Наконец-то состоялась эта долгожданная встреча. Выглядит Василий прекрасно, загоревший, обаятелен, в шортах, босиком, в прикольной майке очень. Так и никогда не скажешь, вот так на улице встретишь человека, никогда не скажешь, что это двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, ну и, наверное, масса еще у тебя регалий всяких. Спасибо, спасибо. Ну, честно, давайте поговорим о каких-то таких вопросах, которые интересуют зрителей, потому что так, я не особо люблю говорить о внешнем виде, потому как, хоть и говорят о том, что человека встречают по одежке, провожают по уму, то не совсем, не совсем комфортно себя чувствуешь, когда говорят о твоем внешнем виде. Ну, я как раз наоборот подчеркиваю, что у тебя человеческие внешние, знаешь, никакого-то там лоска, никакого-то, как у, знаешь, люди, сейчас идет Одесский фестиваль, и если так тебе удается хотя бы глазом увидеть, там много публики, особенно женщины. Официальные встречи, это официальные встречи, понятно. Да-да-да, знаешь, надо одевать костюмы, ты же сам знаешь, когда там приходишь, да, с чиновниками, все равно, что приходится общаться, костюм, галстук. Конечно. А тут девушки на лабутенах, силикон закачан в губы, все как положено, декольте максимальное, жара 35, а люди идут на фестиваль показать наряды. Ну, здесь, кроме вас, меня никто не видит, поэтому я и пришел в шортах. Конечно, так в этом и прикол же, кайфово же, знаешь, все человеческое нам не чуждо. Да, Василий, давай, в общем, по порядку начнем, потому что многие, ну, наверное, не знают твою историю, да. Я очень много посмотрел документальных каких-то интервью, я очень много посмотрел ваших тренировок с дядей Толей. Это тренер Василия Анатолий Ломаченко, известнейший тренер, ярчайший человек, о котором, я надеюсь, еще будет и кино снято, и книга написана, и для молодых боксеров, может быть, дядин Толин план тренировок будет. Я, кстати, говорил ему об этом недавно, говорю, послушай, давай, мне кажется, что тебе нужно какой-то дневник вести большой, какие-то записи делать, для того, чтобы, ну, остался след какой-то вот такой именно на бумаге после тебя, и, может быть, это помощь мне дальше кого-то воспитать. Ну, он так поулыбался, помялся, говорит, да, может быть, может быть. Ну, так вот надо. Ну, я пока не видел, чтобы он что-то вел там. Да, есть какой-то блокнот, есть у него, он ведет там какие-то записи, но это все сугубо мои результаты тренировочные какие-то. Это от подготовки к подготовке, там есть план действий, ты должен постоянно каждую подготовку должен, вот, допустим, есть цифра 10, ты на следующую подготовку должен сделать цифру 12, она должна расти с каждым разом. Это метода вот дяди Толя, это он лично придумал, разрабатывал? Ну, я не думаю, я в любом случае это какие-то знания университета, плюс жизненный полученный опыт на протяжении там многих лет, он с 87-го года занимается тренерской деятельностью. А он чем занимался, извиняюсь, или он занимался еще боксом? Он боксом занимался сам, конечно, он в университете, когда учился, он занимался боксом, выступал на студенческих там разных соревнованиях, то есть больших результатов он не добился, он кандидат в мастера спорта. Ну, знаете, как он всегда говорит, для того, чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе хорошего спортсмена. Ну, то, что он, по сути, то, что он сделал, он убил в себе спортсмена, и сейчас он, я без привлечения могу сказать, что он легендарный тренер. Ну, он великий тренер, конечно. Ну, во-первых, сделать своими руками, знаете, тут же еще дорогого стоит, когда отец с сыном занимается, да, ну, с шести лет, условно, да, с шести лет. Ты одел перчатки где-то внутри, ты говоришь, шесть лет вот я одел, и в общем шесть. Ну, по сути, если фактически брать, то перчатки у меня с роддома принесли, у меня есть фотографии, мне одели перчатки, но так именно осознанно, да, я даже сказал, что позже, наверное, осознанно, когда я начал заниматься, потому что в шесть лет я ему вопрос задал, говорю, что лучше выиграть, чемпионат мира или олимпийские игры, и он говорит, ну, конечно, олимпийские игры. Я спросил, почему, он мне начал объяснять, что олимпийские игры это масштабные соревнования, которые проводятся раз в четыре года, там собираются все самые сильные, и вот кто выигрывает олимпийские игры, ну, это типа вышаг. Ну, я говорю, тогда я буду олимпийским чемпионом в шесть лет. Ну, вот я ляпнул тогда это в шесть лет, и пришлось, да, пришлось отвечать за слова. Пришлось, да, пришлось за медаль биться и получать ее. Ну, круто же. Но я просто думаю, что, знаешь, как у... Вообще, все дядя Толя, дядя Толя, как-то даже, знаешь, я сейчас думаю, можно правильно говорить, как по отчеству? Николаевич. Николаевич, Анатолий Николаевич. Ну, как-то вот дядя Толя уже вот все, вот все, кто знает, да, наверное, близкие люди, да и в эфире часто, да, звучит и говорится. Тренер Вася, дядя Толя. Вот все дядя Толя, дядя Толя. И поэтому... Можно Анатолий Николаевич, ты меня поправляй, если да, но как-то дядя Толя больше от сердца идет. Но он, конечно же, он удивительный человек, и я тебе скажу, те видео, которые я смотрел на тренировки, и потом, кстати, Усик Саша часто в интервью говорил у нас на съемках в картине «Правила боя», где у нас Усик эпизодик снял, за что ему респект и уважуха, и спасибо большое, потому что это бесплатно с подачи, кстати, я так понимаю, Сереге, и сегодня у нас интервью здесь происходит. Скажи хоть два слова, поздоровайся. Приветствую. А, отлично, видишь, с телефона. Камера упала. Камера упала. Да-да-да, у нас Серега, видите, попутно он не только консультант боев в картине «Правила боя», вот сейчас сидим в интервью с его легкой подачей. Тоже и Вася у нас в студии сидит. Ну, в общем, и Саша Усик был в картине. За что тебе спасибо отдельное, вот, и сейчас даже чай благородный. Чай пьем. Пьем, да, в студии. Вот, и Усик рассказывал тоже о том, что, говорит, у дяди Толя это совсем своя специфика тренировок. И потом он, когда очень много рассказывал, говорит, ну вот, например, мы по лиману плаваем. И вот он говорит, я смотрю, Вася всегда вперед, и Вася же там уже много раз плавал. Ну, Усик же тоже крымский, там, да, вроде же на море он тоже рос, там, все это. И вот он все время говорил о том, что, говорит, мне сил не хватало. Вася уже так там научился плавать, вот, на этих тренировках, по переплытию лимана. Здесь, знаете, больше такая не физическая работа, а психологическая. Потому что ты плывешь на открытой воде, ты плывешь расстоянием, то, которое мы плыли, это около девяти километров. Ну, по сути, если... Девять километров, как считается, в одну сторону или там четыре туда, четыре? От одного берега к другому девять километров ты должен переплыть. Но это открытая вода, там течение. Допустим, для пловцов, которые занимаются плаванием, это, ну, ничего не стоит. Для них это обычная тренировка. Но для человека, который занимается совершенно другим видом спорта, и, как отец объяснял, это психологическая работа, это психологическая такая закалка, потому как физически ты можешь это сделать, но психологически, когда ты плывешь, и, знаете, на воде, когда находишься, расстояние обманчивость, вроде как тебе кажется, что ты уже подплыл к этой черте, а ты все на месте. Плюс еще мы плыли около четырех с половиной часов, около пяти, и за это время менялась погода, то есть течение было в одну сторону, в другую, где-то волна поднималась. Волна, да. То те, там, мы готовились к Олимпийским играм, вот так вот, то те три раунда, которые ты боксируешь, три раунда по три минуты, это, ну, просто оно психологически, это очень легко выходит. Слушай, а хорошо, вот когда вы плавали по Палиману, лодка же как-то идет рядом с вами? Да, тец рядом, но я, все, да, потому что я так хорошо, ты четыре проплыл, и дальше бывает психологический ступор, и что делать, да? А лодки нет? Ну, ступор как ступор психологически, но очень сильно хотелось есть в тот момент. Большая затрата энергии произошла, да, и очень сильно хотелось, прям, да, ты оставалась где-то буквально там последний километр, метра восемьсот, и такой жор напал, что я почувствовал, что у меня и голова начала кружиться, и слабость появилась, то есть очень сильно для моего организма это был стресс большой, и поэтому затратилась большая энергия и захотелось есть. Ну и что, сразу на берег и хавать, или как? Да, позвонили, да, позвонили супруге, она сделала бутерброды, там, чай горячий, приехала, мы с Аней, когда вышли на берег, моментально к машине, да, моментальность. Вот круто, вот кино, вот какие сцены из кино, вот я тебе говорю, я сколько посмотрел ваших тренировок разного периода, да, вот просто сценарий писать не надо, нужно брать вот просто тупое видео, это готовые раскадровки, но это я тебе говорю, как человек, который в этом году 32 года, я снимаюсь в кино, 32 года, то есть у меня свой опыт, там, да, прихожу на площадку и сразу понимаю, какая группа умеет работать, не умеет работать, что продюсеры себя представляют, режиссеры, ты очень быстро ориентируешься. Ну, как у тебя, наверное, ты на тренировку приходишь, да, в спарринг-стан, ты сразу же понимаешь, какие-то профессиональные уже, вот, поэтому говорю тебе, метода дяди Толи, это отдельная, просто уже готовая, вот даже по тому видео, если даже он в дневнике не все запишет, слава богу, количество видео в ваших тренировок с разных мест такое огромное, что вот молодые режиссеры, я надеюсь, вот сейчас, которые только учатся, может быть, твои фанаты, кстати, потому что у тебя же очень много поклонников молодых, что очень-очень особо ценно, но вот они будут уже снимать кино и про тебя, и про дядю Толю, и вот там уже ты будешь консультировать, вот как Серега у нас, сейчас уже ты, знаешь, к пенсии выйдешь, уже отобьешься, но зато будешь четко знать, что надо показывать профессионально. На самом деле у отца очень большой видеоархив, чтобы вы понимали, у меня в любителях вот 300, ну, пишется официально 396 там боев, да, где-то, ну, под 400, так они все есть на видео, все от одного до последнего все есть. Так, слушай, начинали, наверное, еще там видео не было, или уже было видео, да, ты же молодой, будешь уже камерой идти? Нет, ну, я боксировал там, у меня первое видео мое, я боксировал, по-моему, в 4 года, это с моего отца Кум, они крестили мою сестру, вот их ребенок, он был на 2 года старше, Сережа его зовут, вот мы с ним первый бой провели, нам было по 6 лет, это был 94-й год, мне было 6, ему было 6. А, ну, видео уже было, на видеокресту снимали, да, 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 уже есть, это запись, даже где-то отрывки, кусочки в интернете ходят, где-то есть. Круто, ну, круто, хорошо, главное, чтобы не терялось это, потому что, я-то говорю, уникальный опыт, и вот, знаешь, нужно вернуться вот еще к чему, будем немножко хаотично говорить, хотя у меня план тут был записан, знаешь, там, все, но, давай вот о чем поговорим, потому что как раз свяжем, вот, да, там, Анатолий Николаевич уникальный тренер, ты уникальный боксер, потому что за всю историю, правильно, мирового бокса, в профессиональном боксе, ты за седьмой бой получаешь второй чемпионский пояс. Да, во второй весовой категории, в другой весовой. Во второй весовой категории, это первый раз в истории бокса. Ну, до этого был человек, который был за 8 боев, сейчас я, получается, за 7 сделал. Вот меня интересует, вот кто об этом знает в Украине, в нашей Ридней Батькевщине, кто знает об этом, потому что я слышал, как ты прилетел в Борисполь, потому что мы в это время на съемках были, и Серега говорил, что поедем Васю встречать, я говорю, о, вот там, наконец-то, и увидимся, тем более ты уже победил, мы уже знали, что ты едешь чемпионом, такое, знаешь, воодушевление у всех, твои же бои огромную радость приносят миллионам миллионов миллионов людей во всех странах, а для нас это гораздо, ну, родней победы, да, когда у нас и так все не слава богу, а тут есть яркие люди, которые являют, я считаю, что твои бои, ты, Усик, и такие спортсмены вашего уровня, это лицо страны гораздо как выразительней и точнее, чем любой политический наш деятель, любой, потому что он касается широкой аудитории, и это и есть знамя страны, да, ты когда бьешься, потом одеваешь украинский флаг, например, вот для меня это гораздо больше во мне силы, надежды на будущее, чем то, что говорят любые президенты и прочее. Ну, не зря же говорят, да, что спорт это всегда визитная карточка страны, так и есть. Конечно, конечно, так вот расскажи мне свои ощущения, ты в Мэдисон-Скварк-Гайден дерешься, вся Америка, Нью-Йорк стоит на ушах, я уверен, что там миллион камер, которые тебя после боя не отпускают, ты приезжаешь на родную батькивщину Борисполь, прилетели, и что я узнаю, два журналиста, три блогера, чемпиона мира встречают в Борисполе два падла убитых блогера и два невыразительных канала из никакой, канал 24 новости, эу, журналисты, а что вас интересует, друзья мои, чемпион мира по боксу седьмого боя второй пояс берет. Вот скажи свои ощущения. Мне кажется, что здесь надо немного по-другому смотреть, и абсолютно ровно реагирую на это, потому что, допустим, если какой-то спортсмен достигает какого-то результата, какого-то уровня, мы если берем о профессиональном взгляде, вот профессиональный спорт, у него есть менеджер, у него есть промоутер для этого, для того, чтобы его популярность росла, для этого нужен как менеджер, или первым менеджер какой-то, который будет предупреждать журналистов, в СМИ, что сегодня в такой тогда-то, тогда-то будет какая-то встреча. То есть я работаю в Америке, по сути, я боксирую, мой бокс находится в Америке, промоутер мой, они из Америки, поэтому все, что касается популярности в Америке, они делают, они выполняют. Здесь у нас в Украине это, я, наверное, скажу так, это узкое направление людей, которые интересуются боксом, которые любят бокс, вот они знают об этом, для них, по сути, я, наверное, делаю свой бокс для тех, кто любит бокс, которые понимают бокс, я делаю это для них. Остальные какие-то бабушки, дедушки, там, тети какие-то, ну, это, знаете как, здесь уже надо, наверное, какое-то другое направление, то есть надо где-то вот, как Саша Усик, да, тот же вот, надо где-то в рекламе сняться, то есть народ смотрит что, все бабушки смотрят что, они смотрят сериалы, после сериалов они смотрят какие-то рекламы, и после чего она откладывается у них в голове, вот они знают этого, этого. Вася, нам бабушки не надо, вот я считаю, что твои дети уже не бабушки. А я, кстати, очень переживаю за это, я очень хотел бы, чтобы у меня там бабушки во дворах сидели и говорили, вот у нас там не Кличко уже, чтобы они говорили, а чтобы они говорили, вот Ломаченко. Понятно, но я считаю, что просто гораздо важнее аудитория, как по мне, знаешь, и правильнее это, и все-таки это аудитория твоя молодежь, и в первую очередь пацаны, которые, да, там многие не определены, многие там живут на улице, знаешь, да, как у нас с детства. У меня сейчас вся жизнь в компьютере, это у нас во дворе, во дворе я носился, знаешь, чтобы нельзя было ни летом, ни зимой загнать меня домой. Мы росли на улице, мы играли в футбол, мы играли в хоккей, бокс для нас был, это определенно крутой вид спорта, обшли на бок для того, чтобы драться на улице могли. Вот для этого шли, мы в 10, 12, 14 лет, все, после 14 уже не занимались. Так, чуть-чуть походили, научились драться, все, на улице себя чувствовали спокойно, понимаешь? И я просто знаю, что для молодых, в первую очередь, для молодого поколения, ты являешься герой, ненаписанный, непридуманный герой, а герой настоящий, который там добился больших успехов, мало того, там ты не уезжаешь, да, ни в Америку, ни в Россию, ни там, не знаю, может быть, так случится, там уже загадывать сложно, да, там, ты спортсмен такого уровня, что завтра ты можешь подписать контракт и уехать в Америку, да, и при этом, как бы, никто ничего не скажет, я тут не вижу связи, знаешь, многие еще приплетают тут патриотизм, еще пятое-десятое, но это приплетают те, кто, знаешь, там, на этом патриотизме деньги делает, я вот так вот бы сказал, потому что все настоящие патриоты, они об этом либо мало говорят, либо делают больше. Так вот, для меня ты гораздо больше патриот, чем вся вот эта мишпуха, которая, знаешь, бьет себя в грудь, только у них при этом лжевые глаза и по троянному подбородку у них, понимаешь, то есть я прекрасно вижу, какие они патриоты, забери у них, падла, вот этот источник дохода, они родину продадут в одну секунду, будем жрать, нечего будет. А твои бои, это и есть патриотизм, понимаешь, это воля, это сила духа, это, опять же, дядя Толя, который все-таки учит мужеству, да, и своей еще методике побеждать, и он же часто говорит об этом, что бокс, это, тут серый мне на съемках все время говорил, что дядя Толя говорит, бокс это математика, это шахматы, это не вот это вот, знаешь, там, убийство. Ну, самое главное, это в боксе, понятно, это сохранить голову и сохранить свое здоровье, поэтому самое важное, это защита, а все остальное потом, понятно, пассианс раскладывается уже после того, как ты прочувствовал, что ты умеешь и знаешь, как защититься от этого всего. Так вот, я хочу сказать, ты и Усик, вот на сегодня для меня лично, да, вы абсолютно такие, ну, вот как, во-первых, молодое поколение, это лицо страны, вот для меня абсолютно, там, мне все это понятно, вот и Усик еще, еще у нас кто-то третий сейчас вышел. Много, много ребят у нас в Америке сейчас. На подходе много молодых. Деревянченко, там, Шелестюк, много ребят, там, Паша Ищенко, то есть, есть у нас та наша сборная, которая, а Саня Гвозьев, вот я чуть не сказал. И, Вася, об этих пацанах мы вообще ничего не знаем. Вот не знаем мы о них ничего. Я просто думаю, может быть, это все-таки дело Федерации бокса, например, уже есть Министерство по спорту, молодежь, как-то. Ну, Федерация, допустим, если Федерация бокса, она отвечает за любительский бокс, наверное. То есть, да, мы раньше, когда выступали в любителях, мы были приписаны, как бы, мы представляли цвета Федерации бокса Украины. Сейчас мы уже, как бы, знаете, как вам правильно так выразиться, сейчас мы, за нас отвечает каждая промоутерская компания, то есть, мы уже работаем на них. То есть, сейчас до Федерации, там, Федерации бокса Украины, каждой Федерации городской, ну, вот, у каждого есть городская, областная, там, и украинская. Им сейчас, по сути, ну, мы никак не интересны. Да, по сути. Нет, ну, по большому счету, это же, как бы, такая стратегическая программа страны должна быть. Ну, иметь таких людей, да. Например, в Мексике встречают боксеров, да? Ну, да, да. Там даже не нужно говорить никому, они просто, это праздник для людей. Мне кажется, сейчас время немного другое. Сейчас у всех головы забиты немного другим. Сейчас ситуация такая сложная, и у всех на устах сейчас политика не спорта. Вась, ну, мы два года уже живем этим, да, война, тут этот, жить не кризис. Ну, что, мы все живем в одинаковых, все видим, да? Ты живешь здесь, от Одессы, рядом, видишь прекрасно все, потом ты еще по миру ездишь, тебе есть чем сравнивать, ты все-таки еще объективнее можешь наблюдать. Там более комфортные условия у людей, поэтому у них есть чем радоваться, они, у них другое, знаете, другие мысли, другие какие-то, как так правильно сказать, им, по сути, не о чем переживать, поэтому они вот радуются то, что есть. Они успевают за этим следить, они успевают. А когда у нас там, ну, посмотрите, что творится, у нас в стране там та бабушка, которая получает там тысячу гривен и не знает, как там купить лекарство, какое-то, что она сегодня будет кушать, да, то какое, о каком спорте, о какой, зачем оно и вообще надо, ну, у нее нет времени на это и возможности. Ну, я тебе говорю о другом, знаешь, потому что меня, как артиста, например, я сталкиваюсь с этим тоже, да, я приехал после Москвы там, я же прекрасно помню, как, да, там, я снимаюсь во Франции, снимаюсь у немцев, снимаюсь у поляков, приезжая сюда, здесь об этом почти никто не знает. Уровень жизни другой, мне кажется, что уровень жизни другой, вот отсюда все идет, наверное, уровень жизни другой, вот вы сейчас назвали страны, где намного люди живут по-другому немного, там более комфортные условия. Да, но в Мексике живут не лучше, я думаю, а боксеры у них всю жизнь были, почему, потому что пацанов, а у них другая ситуация, да, если ты хочешь в люди выйти, ты должен драться, поэтому, как Майк Тальсон писал, я драться научился там в Бруклине, где он в Бруклине вырос, на улице, а мексиканцы просто поколениями с трех-четырех лет на улице начинают драться, становятся боксеры, потому что это единственный путь выйти, наверное, к какой-то человеческим там, да, условиям жизни, по-другому чуть-чуть, видишь. А я не думаю, что в Мексике жизнь легче. Нет, ну точно не легче. Так что, нет, я просто, знаешь, как бы все время вот думаю, почему у нас такая ситуация, да, столько ярких, талантливых людей в спорте, в кино, в театре, в литературе, кстати, Кабанов пишет там замечательные стихи, поэт в России знает больше, чем в Украине. Меня это, например, все время очень, знаешь, как вот по-человечески, меня это там затрагивает, я, знаешь, там нервничать начинаю, бешусь, почему так тупо. Сейчас, знаете, больше людей они воспринимают, и у них в памяти откладывается какое-то что-то плохое, то, что человек сделал, либо какой-то такой отрицательный герой. Вот он как-то сразу же откладывается в голове у людей. А когда человек показывает какой-то хороший результат в любом направлении, да, они где-то, может, услышали, но это неинтересно никому. Никому это неинтересно. А тому тем, опять же, все идет от СМИ наших. Если человек что-то сделал... Ну, это не наши СМИ, Вася, это СМИ там каких-то людей. Если бы были наши, так поверь, тебя бы встречало, ну, минимум, 10-15 камер, когда ты в Борисполь прилетел после Америки. Вот сейчас последний будет. Ну, минимум 10-15, и причем неважно, в три ночи ты прилетел, в 10 утра ты прилетел или в 5 утра. Сидели бы, ждал бы полный аэропорт. Знаете, либо если бы вот кто-то из известных оступился бы, какую-то ошибку сделал бы. Потому что тоже моментально подхватили. Вот, поэтому вот оно и есть параллель. Но это не ментальность наша, нет. Вот это, знаешь, когда начинают, да, у вас ухохло всегда такое. Я говорю, секундочку, секундочку. Не надо приплетать сюда. Ну, есть у нас такие, да, какие-то. Но я не думаю, что это ментальность. Потому что мы за два года, например, я говорю, я столько людей увидел. Знаешь, за эти два года у меня самое ценное, это то люди, то количество людей, молодых, которых я встретил на войне, в госпитале, волонтерят, которые. Это совсем другие люди. Абсолютно другие. Я вот год ездил, говорю, очень много причем сильнейших людей, обаятельных, искренне отдающих все. И там очень много бабушек я видел со всей Украины, которые последние, особенно первый год войны, вот последняя пенсия. Я говорю, бесслез на это смотреть нельзя. Бабушка несет последнее. Их было много, они все отдавали волонтерам, чтобы это отдавать на фронт. Это бабушки. Я говорю, а это как назвать? Вот что-то эти определения наших людей мы никак не находим, да? А вот это что? Моя хата с краю, да, там какие-то вот это все цепляет старинные понятия. А мне кажется, что выросло поколение. Вот твое поколение, это совсем другое. Поколение твоих детей, это вообще будет отдельное. Да, я только вчера об этом разговаривал со своим кумом, с Темой. Вот мы только вчера об этом говорили. Что мы вот, у нас одно поколение, а наши дети уже будут совершенно по-другому расти. И как бы, как их, воспитывать их так, как воспитывали нас, наши родители, но это уже не получится, просто не получится. И не надо, мне кажется, и не надо. Потому что цена есть, конечно, безусловно. Я вообще думаю, что, знаешь, вот твой папа, дядя Толя, вообще вот должен, знаешь, по-хорошему, детей, самых талантливых детей, вот как с тобой, такую школу. Ну, поскольку ты у нас чемпион, знаешь, у чемпиона же тренера не заберешь, особенно папу. А так бы дядя Толя, конечно, вот прям так и вижу, знаешь, маленьких детей, самых-самых со всей Украины, вот самых-самых отобрать, и это было бы прямо... А там уже глядишь, и ты по выходным бы мог чуть тренировать пацану. Но это же задача благородная, мне кажется. И вот это вот нужно. Вот школы... Что со спортивными школами происходит, Василий? Вот у тебя в городе, например, что вообще как-то? Ты же видишь, что происходит? Как и везде, как и... Ну, все сейчас, видите, сложно сейчас все. Сейчас никто не поддержит, никто не спонсирует. Для этого же надо все выезжать на сборы. Это же все вот... Та же экипировка самая простая. Опять же, я не говорю сейчас вообще, если взять хоккей, там экипировка стоит по 2-3 тысячи долларов. Здесь бокс, там перчатки можно взять, по сути, сейчас за 500 гривен какие-то на базаре, и можно идти в бой уже. Там какие-то кеды и шорты. Ну, даже и это, даже вот этой поддержки в боксе, допустим, которая была даже, когда я занимался... Ну, ты уже не в селинское время, да? Нет, нет, нет. Ну, все равно тогда были... Я выступал за общество Колос тогда, за общество Динамо. Все равно оттуда какая-то была поддержка. Та же какая-то, какая-никая была зарплата, экипировка была. То есть я не думал о том, что там мне надо какие-то перчатки купить. Сейчас с этим, по сути, это все ложится на плечи родителей. Ну, понятно. Это как все спортивные школы. А в бокс у нас... Ну, все знают, что в бокс идут, по сути, все из бедных семей. Вот я знаю один пример, это Оскар Далахоя, который был состоятельный. Золотой мальчик, да? Да, да, да. Золотой голден бой. Да. Вот он был состоятельный семьи, и вот он так стал известным боксером. Больше я не могу назвать вам боксеров, которые росли в комфортных, хороших условиях и стали какими-то боксерами сильными и известными. Все идут из бедных семей. Поэтому у бедной семьи задача какая? Выжить и сейчас особенно. Да. То есть поесть. А там как отдать, если получает семья на всю семью 3000 гривен, а в лучшем случае им надо заплатить за коммунальные, поесть надо. Какие 500 гривен она будет давать на перчатки? Нет, ну понятно. Тут тоже самое, можно сказать, и в кино люди не ходят из-за этого, потому что когда беда стоит 70 гривен, 60 для семьи, понимаешь, раньше в кино любой мог пойти. Сегодня кино это также не особо доступно. Я смотрю, вон младшая дочка ходит все время, Соня ходит там все время, с мамой они ходят в кино, да, на все премьеры. И тоже, я так понимаю, и мне вот там рассказывает, жена говорит, что вот под Новый год полно было людей, а сейчас последние ходим, вот март, апрель, май, прям видно, как у людей, вот знаешь, премьеры мультики, а по ползала, а под Новый год билеты нельзя было купить. Вот тебе показатель простой, да, ты не можешь в кино пойти. Нету такого детский фильм, не детский. Сейчас все в одном прайсе, как мы вчера видели на презентации, да. Это все это понимаешь, и даже дети не могут такого понятнее детское кино. То есть оно все равно идет в разряде блокбастера дорогих билетов. Все, а мы по 10 копеек, пацанами, мы росли в кинотеатрах. У нас вот все мое детство там прошло в кинотеатре, понимаешь. Ну, в общем, а не весело, короче, со спортивными школами, я так понимаю. Ну, хорошо, Вась, а вот ваш зал, вот уже ты говоришь, там, я видел же и до ремонта, наверное, после ремонта, вот у вас в зале что? Да, ну, это все за, понимаете, это все, как бы, это все за личные средства, за личные средства людей, которые переживают за бокс. Вы наверняка знаете, вы знакомы, Владислав Александрович Биндер, из Кривого Рога, президент Федерации Кривого Рога. Вот он ярый фанат бокса, это тот человек, который знал меня еще, когда я боксировал по юношам, по юниорам. И вот как-то так я рос, и он постоянно-постоянно поддерживал меня. И вот в 2009 году мы сделали ремонт благодаря вот ему, вот с его помощью. В вашем зале вы сделали? В вашем зале, да, то есть человек вообще с Кривого Рога, как бы сделал в Белгород-Днестровском, помог сделать зал. И а то у тебя уже была первая золотая миграция. Да, 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 да. Понимаете? Да. Ну, круто. Нет, так благодаря таким людям как раз и движется живо. Нет, так я вам скажу так, да, я вам скажу так, что вот так, да, да, да. Благодаря таким. Ну, кино, кстати говоря, тоже, вот как и правила боя, тоже. Большая часть денег это частные деньги. Друзья друзей, которые любят бокс, тут занимался боксом. И платные переработки. Ну, да, и дикие переработки люди за это не получают. Но тоже благодаря кому-то это вот и происходит. Понимаешь, спектакль вот тебе дал уже до 30 июля, кстати, если будешь, потому что у нас программа 28-го выйдет июля. Я всем напоминаю, 30 июля в Украинском театре у нас состоится премьера очень яркого спектакля, футуристическая опера по мотивам пьесы «Ночной обыск» Велимира Хлебникова. Ваш покорный слуга играет главную роль. Всем советую быть, потому что Вася, это опера. Для меня это первый опыт такой. Ну, я не знаю, это все, что тебе выйти в волейбольную сборную сейчас поиграть, чтобы ты сейчас за волейбольную вышел. Вот я с молодыми артистами, одесские очень талантливые, очень молодежь, вот 26-27 лет прямо смотрю на них. Я народный артист Украины в ступоре, потому что я же не пою, как они. Двигаться я не умею, мне 55 лет скоро, у меня поясница болит, коленки болят. Вот это, знаешь, побега 2 часа, отдышка. Вот, но это настолько ярко, необычно. Режиссер, кстати, Алексей Коломийцев. Это очень современный театр. Я вот тут прямо, знаешь, тоже схватился, тоже без денег. Вот каждый, кто может, помогает нам. Лайтеки, спасибо большое. Спасибо там Лиеву, Саше. И всем, вот как ты про Кривой Рок рассказываешь, да, сделал, приехал к вам. Вот точно так же у нас на спектакль-то тут копейку дали, там помогли. Реклама пойдет бесплатно, в общем. Но это и есть настоящее, потому что, знаешь, мотивация, она такая. От сердца, от души люди заряжены и понимают, что современный театр, он такой. Но никто не хочет поддержать. Даже рекламой, Вася, рекламу сказать лишний раз, что вот у вас премьера. Да, поэтому я рассчитываю, что ты и друзья, милости просим, Одесса рядом. Там, поверь мне, это ярко очень. И когда талантливые спортсмены приходят на спектакль, поверь, это актеров воодушевляет. Если я артистам скажу, что, возможно, приедет Ломаченко, Вася, а не, кстати, твоего возраста, поверь. Да если будешь, просто тебе огромное будет спасибо. И мотивация усилится, короче, у нас, если ты будешь в зале. Вот. Но происходит все частными пожертвованиями, и только те, кто переживает за это. Понимаешь? Остается только разводить руки и... И биться дальше. Да, да, и делать то, что ты делаешь. И нам тоже, я говорю, дети, давайте играть. Мы артисты. Пока они там разберутся, наше дело сыграть и людям принести эмоции. Потому что театр это эмоции. Кстати говоря, как и спорт. Бокс тем более эмоции. Потому что, ты знаешь, для меня это такое кино, которое ты никогда не знаешь, чем закончится. И каждую минуту сюжет меняется. Каждую, секунду иногда. И бокс это колоссально, конечно. Я знаете, что приравнял бы еще? Я бы вот, я вживую посмотрел не так давно, год назад я попал на хоккейный матч вживую. Где, где смотрел? В Америке мы смотрели, да. Нет, первый раз я попал в Канаде. Тогда я приехал на бой Сергея Ковалева с Паскалем. Они проводили в Канаде. Паскаль, да, тоже сильно бился. Там Паскаль этот, да, да. И тогда нас пригласили на хоккейный матч. Я первый раз попал, ну это тоже, это, ты смотришь все три тайма с открытым ртом, потому что там такие скоростя, там такая динамика. Постоянно идет какая-то борьба. Вот я бы, наверное, приравнял бы. Ну потом это же профи-профи, это же профессиональный хоккей, смотри. Ну, может быть, может, по скорости, наверное, по непредсказуемости, да. Но все-таки бокс такой, это индивидуальная история. Ну, ты тоже играешь в хоккей, правильно? А ну-ка расскажи, про хоккей. Ну, я это так, это чисто хобби. Я бы занимался с удовольствием, если бы я, наверное, жил там, где есть... Лед. Лед, да, постоянный. Ну да, тебе со льдом тут немножко не повезло. Да, проблема, да. И остается ждать только зиму, и то она может быть у нас один месяц. Я видел, было, где вы, в хоккей, где-то я видел, видел. Ну, мы на Лимане играем, да, папа играет. На Лимане правильно было, я что-то, кадры какие-то там. Да, ну, буквально месяц вот стоит лед на Лимане, там, может быть, два месяца. Так это прям как в тренировки у вас входит, или для себя? Да нет, это хобби, это хобби. Хотя, хотя я скажу так, что мы играем где-то 2-3 часа в хоккей, а потом вечером надо идти на тренировку, но после хоккея просто нету сил никаких идти на тренировку, а приходится идти. Поэтому я, наверное, все-таки сказал бы, что это часть тренировки. Ну, слушай, когда 9 километров по Лиману чешешь, я думаю, там, 2 часа хоккей, это для тебя как семечки. Это точно. Знаешь, что 9, я просто не представляю, что такое 9 километров по Лиману проехать, проплыть. Это хорошо, а скажи мне, пожалуйста, ну, вот у всех там, да, кто любимый боксер? Вот с детства же, да, или вот есть? Да, у меня они менялись. Я где-то с 6 лет, мне нравился Майк Тайсон. Потом у меня была история, такая его папа, как-то разошел разговор, и он говорит, что он как бы не наш, не с нашего края, то есть он не с Украины, не... А я почему-то думал, что вот в том возрасте, я думал, что он где-то находится рядом с нами, то есть он где-то на нашей территории. На границе где-то, да, или где-то почти на нашей. Да, он говорит, да нет, но он американец, и я-то очень сильно расстроился. И потом где-то у меня в лет 14-15 у меня новый кумир появился, Рой Джонс, когда он исполнял. Рой Джонс, да, да. Исполнял на ринге. Ну и само собой мне всегда нравился Мухаммед Али. Всех остальных я тоже знал, я тоже их смотрел, но вот это были мои любимые, да, это мои были любимые боксеры. Вася, а из Малышни, ну я их так Малышня называю, но мы не Покеама, да, там тот же Оскар Деллахоя, там же полно бойцов было, Маркес. Да, я же говорю, что они мне тоже нравились, я следил за ними, но я не могу сказать, что они, допустим, я так вот прямо восхищался ими, как вот эти. Майвайзер. Майвайзер, да. У тебя есть шанс с ним встретиться, с Майвайзером? Думаю, нет, потому что у нас разная весовая категория, это первая преграда, и вторая он уже вроде как завязал. Собирается, да, уходить. Он завязал, да. Ну там же, знаешь, как завязал, там же от цифры зависит. Я же так понял. Хотя я думаю, что у него стоят такие цифры, у него столько цифр этих, что по сути уже это будет, я думаю, не ради цифр делаться, если он будет возвращаться. Может быть, может быть, не знаю. Хорошо, а скажи мне, вот все-таки, знаешь, ты уже на таком уровне все-таки, когда думаешь там о самых сильных, да, вот с кем бы там, вот ты бы сам лично, вот с кем бы хотел там в ближайшее время, и для тебя бы там важен этот бой, и так силы попробовать. Ну, самая первая, наверное, моя задача, это взять реванш моего обидчика Орландо Солида. А потом, ну, я не думаю, что я сейчас, если я начну перечислять имена какие-то, что простые слушатели знают эти имена. А у нас слушают много непростых, Вася. У нас же есть профессионалы, что ты думаешь? В записи профессионалы будут слушать? Конечно. В той весовой категории, в которой я сейчас завоевал чемпионский титул, во второй, это 59 килограмм, там сейчас очень много сильных боксеров, и практически все чемпионы. Ну, там, да, там они, конечно. Здесь, если называть их, там, где-то у нас в Украине, там вряд ли кто-то будет знать. Хотя, те, кто интересуются боксом, они, понятно, узнают, безусловно, эти имена. Так вот, будет очень интересно, конечно, со всеми с ними боксировать. Да, ну, хорошо. А вот там, ну, у меня то, что Амэни Покеама, например, ты тоже с ним не можешь, да? Я могу, конечно. Категории же у вас какие-то там близко, нет? Я что-то так... Он боксирует в 66, я в 59. И, фактически, если я не буду гонять вес свой, который у меня есть природный, там, допустим, 66-67 килограмм, я мог бы с ним отбоксировать. Но я буду в 66-67 в день боя, а он будет в этот день уже, наверное, весить там под 70 килограмм. Да и не хотел бы я пока. Чего? Я пока не знаю. Я, если честно, пока не вижу этого. Я не вижу, я не верю пока в то, что я мог бы выиграть у него. Ну, что, там ноги уже там... Это дилетанты. Я думаю, что это дилетанты все. Но я лично, я пока не вижу. И я не чувствую, что я могу выиграть у него. Хорошо. Что наш главный тренер по этому поводу говорит? Я не разговаривал с ним по этому поводу. Потому что это, ну, это, знаете как, это... Вы с папой вообще эти вещи же обсуждаете? Да, конечно. Перспектива, вот с тем бы хорошо, с этим правильнее было. Там же это же стратегия еще. Да, да, конечно. Ну, опять же, то, что мы обсуждаем, это одно. В основном решает промоутер, менеджер, а не телеканал тот же. Они выделяют дату, если та дата свободная. А опять же, под эту дату должен быть я свободен, без боя быть, и мой соперник быть без боя. Тогда они договариваются. То есть там очень много факторов. Ну, это еще и бизнес, и телевидение еще же. Понятно, понятно, конечно. Масса каких-то. То есть мы хотели, вот, после этого боя, я хотел боксировать с чемпионом, который по другой версии, IBF, тоже порториканец, Хосе Педраса. Вот он чемпион мира. Вот мы хотели с ним. И он тоже вроде как кричал, что он готов отбоксировать со мной, если я выиграю у Мартинеса сейчас. Как только я выиграл, сразу же не слышно его, не видно ничего. Задают ему вопросы, а они молчат. А только там, я вот две недели назад читаю в Брос, там, в интернете, они говорят, что они нам предлагали, а мы вроде как не заинтересованы в этом. Хотя, ну, вообще, речь не шла об этом. Но может и сложиться еще же, да? Я не думаю, что с ними. С ними навряд ли. Сейчас уже, я отвечал, я отвечал. А Регон, это кто просветит меня? Регон, это двукратный олимпийский чемпион, тоже, ну, как бы, кубинист там сильный. Да, но он боксирует на две категории. Сейчас уже он на две категории ниже меня боксирует. Вот, когда шли переговоры о боях с Регон, да, я тогда боксировал в 57. Мы тогда договорились уже, все, договорились боксировать. Я уже согласился там в день боя там не превышать лимит веса. За деньги договорились, все. Ну, они таки не были готовы дальше подписывать контракт. Это очень интересный был бой, потому что две золотых медали с этой стороны у вас, и две там, и, ну... Ну, для меня сейчас это, для меня сейчас, мне не вжило боксировать с ним, потому что он в два раза меньше меня сейчас. То есть, по сути, я ничего не выиграю. Я выиграю у него, ну, скажут, да, конечно, он в два раза больше. Я проиграю, она начнет рассказывать, что, а, ну, да. Поэтому мне, по сути, не сильно интересно. Хорошо, давай немножко сменим тему, потому что она же женщина тоже слушает на береге. Многим интересно, вот, твоя супруга, она... Вообще-то из спортивной же семьи, правильно, Вася? У тебя же мама тоже тренер, да, или... Мама тренер по акробатике. Мама тренер по акробатике, папа тренер. Сестра и супруга занимались вместе в паре. Сестра родная? Да, да. Родная сестра гимнастикой. Акробат. Акробатикой, да. И жена акробатикой, да? Да, да. И у нее же тоже там, да, она мастер спорта или что-то. Они мастера спорта международного класса. Международного класса. понятно, двое детей, значит, семья, дом, а сестра что делает? Тоже уже спортом. Сестра была, она ушла со спорта, она была в цирковой академии, закончила цирковую академию. В Киеве? Да, да, да. Потом ездила на гастроли, как бы с цирком она выступала. Сейчас пока на отпуске. Живет тоже? Да, знаю, да. Все живете? Да, да. А ты с родителями живешь? Нет, отдельно. Вы отдельно живете, да? То есть мама, папа, все. Да, все отдельно. А я думал, что, значит, все время хотелось так, я даже думал, что у вас спортзал к дому прилеплен. Что такое ощущение? Ну, недалеко, зал недалеко находится. Да, понятно, я думаю, что у вас вообще все рядом. Вот я поэтому и думал, что у вас дом, зал, и что живете вы все большой-большой семьей, каждый в своем закутке, но живете как-то. Раньше так и было, но появилась возможность. Скажи мне, значит, давай про деток поговорим. Сыну пять? Да, будет в ноябре пять, а дочке вот через неделю три года будет. Как зовут? Анатолий и Виктория. Ну, вот детям сейчас можно, дети что же, может быть, слушать будут там. Во-первых, сказку Мумитроли обязательно нужно детям поставить. Я им поставлю, обязательно. Потому что у меня Сонька любит слушать, ей семь лет, а старшей Насти пятнадцать. Я говорю, старшая просто, поскольку мы были в пять лет, то как-нибудь восстановим. Это с папой, я понял, восстанавливает встречу. Ну, наверное, я и да. Обязательно. Я уже надеюсь, что дядя Толя ее вспомнит. Знаешь, беда в том, что не было мобильных телефонов, и никто не зафиксировал. Это то, что у меня осталось, это пятнадцать лет прошло. Ты понимаешь, я же человек старый тоже у меня, знаешь, как эти обрывки памяти чуть-чуть помнишь, а домысливаешь и дофантазируешь гораздо больше, чем оно было в реале. Но то, что это было, даже помню, какой стол был, и помню, что было даже пока не купорюмки выпили. В общем, будем восстанавливать. Но Настя тоже, говорит, пять лет было. Как, Вася, когда она уже смотрит, все-таки ты уже в татуировках, ты уже в этот самый... И просто для нее, вот как мне интересно, у меня две девочки, да, у тебя вот сын и дочка по-разному к папе относятся, как папа, когда бьется. Вот как у тебя дети? Я не могу сейчас описать их ощущения, потому как в основном они спят в это время, потому что я боксирую в пять утра. Ну, ты пошел в Америке же, да, до трансляции идет? Да, да, да. Даже они приезжали один раз на бой, они приезжали в Лас-Вегас на бой, когда как раз Паквеа боксировал с Мэйвезером, я тогда в андеркарте боксировал. А ты в этот день бился тоже там же, да? Да, да, в андеркарте, ну, перед ними я боксировал. Перед ними, да, да. И приехала семья, Вика не спала, Вика смотрела, а сын заснул, не выдержал. Да, но они, получается, они только прилетели, часовой пояс, смена, и они просто не выдержали. И толком никто из них не смотрел. Вика, понятно, она вообще, ну, что она будет смотреть? Она ей неинтересна, даже ее не посадишь, не включишь. Если это не мультик, она просто не будет ничего смотреть, кроме мультика. Ну, рано просто может. Вот, я об этом же. А сын, в принципе, он уже понимает, он уже он был у Сани, Саша Усик крестный у него, он был у Сани на бою. Мне даже, он говорит, так, встанет где-то перед зеркалом, начнет боксировать. Говорит, смотри, я как Саня Усик, а я думаю, сынок, ты чего? У тебя папа тоже вроде как не хуже. Папа, нормально, папу смотри. Но он не говорит, но он не говорит, папа, смотри, я как ты. Он говорит, смотри, я как Саня Усик. Вот. Не, но Усик тоже красавец. Александр, поклон вам и респект, да. Привет огромный от всей компании. Знаем, что в Польше бокс, скоро бой будет. Сейчас Буковели, Саша, готовится, кстати. Вот. Спасибо. Вот, позвонить надо будет, чтобы услышал. Ему тоже будет приятно. И он тоже, конечно, красава ему и молодчина. Я говорю, вы дарите людям огромному. Я просто с разными людьми еще встречаюсь, знаешь, как меня же тоже так судьба водит по разным странам, континентам, городам. Я просто говорю, огромное количество у вас поклонников, огромное количество, причем очень много людей, которые, знаешь, там не сильно залипают на бокс. Ну, где-то видели, олимпийские смотрели, да, но очень... И это, конечно, приятно. И что приятно, что очень много молодых. И вы большой заряд несете людям. И почему я говорю, вот у тебя дети-то, вот старший там, пока же ну, рано может говорить, но вот оденешь ты на него перчатки в 6 лет? Я не думаю, что я заставлю его заниматься боксами. Я не думаю, что он сам захочет этого. А спортом другие, может быть, захочет или нет? Не знаю. Рано говорить. Я, знаете как, я думаю, что через пару лет это будет понятно вообще, что он начнет... Куда мы его... Город как бы... Там, где я нахожусь, город маленький, там не особо много секций есть. Но, допустим, то, что я себе наметки какие делаю, я хотел бы, чтобы он попробовал себя в борьбе за ним. Потому что я борьбой занимался тоже, у меня крестный тренер по борьбе. Я безумно люблю этот вид спорта. Греко-римская, вольная борьба. Вот я попробую его направить вот в борьбу. Захочет вперед? Не захочет? Захочет заниматься футболом? Ради бога. А если он захочет шахматами заниматься? Тоже неплохо. Почему? Тоже неплохо. Вот, ну, например, ну, мало ли, знаешь, как... Или в компьютер. Мы же не знаешь, как все развивается, техника сейчас все, поэтому... В любом случае, понятно, подсказывать, помогать, направлять, безусловно. Дети ощущают уже, что папа чемпион. Это же город у тебя маленький, вас все знают. Отец, сынок, да, сынок уже понимает. Вика еще нет, а сынок, наверное, уже... Скажи, как ты себя чувствуешь? Ты комфортна? Вот что Слава популярность тебе дала? Безусловно, плюсы и есть. Я вам скажу, знаете, как популярность начала приходить вот после этого боя. Резко такой скачок. После этого, последнего? Да, да, да. Я начал замечать, что уже просто где-то на улице ты идешь, тебя уже как бы узнают. А что, раньше тебя не узнали? Раньше не так. Вот раньше как-то не так. Знаете, вот, ну, серьезно, раньше не так было. Я думал, после Олимпийских игр тебя все должны... Нет, нет, нет. Нет? Нет. Вот сейчас, вот после этого боя, такой скачок произошел в популярности. А как ты думаешь, почему? С чем связано? Ну, как, у тебя же очень много достоинств до этого боя было, ну, ты набрал, набрал, бьешься давно, ты... Почему? Ты ощущаешь, ну, понятно, ты по людям, да? Скорее всего, что просто в нашей стране это не транслировалось все. То есть не было трансляций. Я просто о другом еще хочу сказать. Ты же уже ощущаешь, да, вот, когда ты жил до популярности, сейчас популярность, популярности будет больше. Вот я, как человек взрослый уже, и тоже там, да, много в этом прожил. Молодым хорошо быть популярным. Скажем, когда ты уже взрослый дядя, вот мне мешает дико это все. Мне мешает страшно. Я не могу по улице ходить, кепку надо одевать. Я не могу с ребенком, да, я там дочку давно не видел, в Киеве выхожу, хочу с ребенком пообщаться, я не могу пройти, мне надо обязательно куда-то искать сквер, в машине сидеть, понимаешь? То есть хотя она привыкла к этому и все, но это тяжело. Это, например, мне мешает дико. Есть свои плюсы, есть свои минусы, да, в этом. Ну, вот я тебя поэтому спрашиваю, ты сейчас как раз на старте такого широкого начнется. Не, я пока еще хожу без кепки, нормально все. То есть ходишь спокойно, да? А в городе у себя, ну, ты же там все знают тебя. А там, ну, знаете как, вот этот результат для них они не воспринимают. Они, знаете, когда на протяжении всей жизни этот человек находится и растет с тобой, то ты так не воспринимаешь это. Меня просто знают как Василий. Не, ну, у меня на Русановке примерно там же, где я вырос. Это хорошо и, ну, это классно на самом деле. Ну, да. Свои тебя все равно принимают как со школы. Вот как со школы мы учились, во дворе бегали вот так. Но просто это все будет дальше усугубляться, усугубляться. Вспомнишь мои слова, когда придется кепки одевать. Ты и так кенгуру носишь. Это спортивный прикид в основном. Я смотрю, потому что в капюшоне ты часто. Ну, вот посмотришь это. Я чаще капюшон сейчас уже в Америке одеваю. Так я про это говорю, как это может быть в Америке больше известно, чем у нас. Ну, так обидно. Там над этим работают. Поэтому там больше людей. Вася, а тут кто мешает нам? Вот смотри, вот я тебе год хотел, год. Вот говорю многие люди, которые знают, сколько я говорю, там я год работаю на радиостанции Аристократы и с первой программой там чуть-чуть. Я говорю, вот когда-нибудь придет Ломаченко, вот будет в эфире. То есть все знают, я почти год тебя вырвать. Я понимаю, что тебе сложно, хотя вроде уже в Одессе я нахожусь и думаю, ты тут рядом, уже мне обещали все хорошо. Сереге, спасибо. Как начали съемки, он сказал, все организуем, все сделаем. Понимаешь, видишь, как обещал. И Усик появился в кино. И сейчас мы с тобой сидим в Одессе у Игоря Рабиновича в студии и записываем. И я счастлив, и думаю, масса людей потом будет слушать интервью и благодарить тебя за то, что ты к нам все-таки доехал. И пока ты еще скромный, и не звезда еще не такого уровня. Ну, приятно же, когда Майк Тайсон где-то в интервью говорит, по-моему, после твоего боя какого-то. Вот этот, запомните его, вот этот, это лучший. Я потом всем распастил, перепастил, говорю, вы, козлы, вы слышали, что Тайсон сказал про Васю? Вы слышали? Рой Джонс вообще сейчас лучший друг мой. Майк Тайсон просто для меня, знаешь, это... А что Рой Джонс, расскажи, я не знаю, что... Я могу рассказать первую встречу с ним, когда я его вживую увидел. В Америке. Да, это был мой дебютный бой первый. И у нас тогда всегда перед боями происходит встреча с комментаторами канала HBO, которые транслируют. Вот всегда с ними происходит, ты с ними общаешься, они задают тебе вопросы. Это для того, чтобы они с тобой познакомились и во время боя твоего могли комментировать что-то, что-то рассказать о тебе. Из личных каких-то историй, да. Рой Джонс, он там же, получается, у него эта же роль. Он комментирует, и он, соответственно, будет присутствовать на этом митинге. В общем, когда я его увидел, я английский, ну, там, знал там 2-3 слова. Я когда подошел к нему, я непонятно откуда сразу... Начал говорить. Я начал с ним говорить, я начал ему объяснять, высказывать свои эмоции, свое восхищение, что когда я был маленький, я там вообще тащился. И он такой, ну, так сразу, как-то с улыбкой, так по-доброму, там, о, мой человек, мой человек, он такой мне давал, там, вот эти ихние штуки всякие, там, руки крутить, там, туда-сюда, обнял. В общем, так, вот мое знакомство было с ним. А после нескольких боев, тогда он уже начал так лестно обо мне говорить, и... Ну, круто, когда... Да, он начал, он мне чуть ли не после второго поединка, там, или третьего, а, после третьего поединка он меня чуть ли не в паунд-фу-паунд там засунул в пятерку, там, лучших из лучших. Да, они же, я слышу, когда они после боя говорят, когда это что-то... Они так... Ну, это же круто, блин, лучшие боксеры мира говорят такие слова, причем заслуженные, это же не то, что... Во-первых, они никогда так гнать не будут, да, там, просто... Ну, понятно. Особенно, особенно еще человек, который вообще не из Америки, да. Конечно, поэтому, это же, знаешь, особо заслуженно и приятно, когда такие звезды говорят. Скажи, а как вот с драками на улице? Ну, ты же такой человек, думаю, неспокойный, при том, что боятельный. Не, спокойный наоборот, почему я наоборот спокойный? Ну, не знаю, когда бои твои вижу, там, знаешь, спокойно-спокойно, а потом, когда ты там начинаешь молотить, ну, вот это... Что на улице происходит, Василий? Расскажи, ну, ты же попадаешь в разные ситуации, да? Ну, вот хорошо, ну, ты живой человек, ты мужчина, ну, я не знаю, там, вышли на улице, да, там, кто-то слово за слово, ну, что, и все, и понеслась. Не, обычно, обычно слово за слово, и так словесно и расходимся. Да? Да, конечно. Ну, судя по улыбке, там, я так понял, что иногда бывают и такие, да, и мы и бываем. Нет, ну, безусловно, безусловно, были разные ситуации, как и у всех парней на улице, безусловно, было. Ну, там, чем-то сейчас что-то такое рассказать. Ну, сейчас тебе же нельзя... Нет, я тебя не про это спрашиваю, там, про случаи, потому что наверняка они были, ты живой человек, я в этом не сомневаюсь, но сейчас, когда ты становишься более известной, потом у тебя же, наверное, какие-то бумаги ты подписываешь, ну, вот как, ты же не можешь драться? Вот, я не знаю, какой американцев или у нас. Сейчас, сейчас, даже вот если брать сейчас, Правила поведения на улице у тебя же какие-то там... Правила поведения, руки мой хлеб, я не имею права рисковать ими. Вот мое правило поведения. Поэтому все ситуации, которые возникают, я стараюсь выйти из них максимально осторожно. Что, скажи мне, вот мне тогда вот очень интересно про папу рассказать. Вот папа же настолько сдержанный, по крайней мере, внешне все равно создается впечатление, что он очень собранный, очень все внутри. А вот мне хочется вот узнать, а как дядя Толя, вот там вот в юности, он тоже всегда сдержанный был, или он все-таки боксер? Нет, я думаю, да, он всегда был спокойный, но я даже помню, у нас была ситуация такая, мы с ним утром бежали на водную станцию, мне было, наверное, лет 8-9, и мы бежим, и он встречает, навстречу идут 4 парня молодых, такие бычка, здоровенькие, и они выпившие уже с утра. И они, Анатолий, а он когда-то у них преподавал физкультуру в школе. Ну и тут, он всегда был строгий, понятно, требовательный, и они тогда, ну знаете, горячие там парни, перед девочками пендривались в школе, ну и соответственно, как бы их ставили, он как учитель, то есть он строго относился к ним. Видать, у них какая-то обида накопилась, они повзрослели, душка набрали, смелой воды выпили, и все, и вперед, и получается останавливают его, там слово за слово, и он только так отворачивается в сторону, так считай, и смотрю, уже бьет папу, папа так оттягивается, рукой так хоп, и возле лица ему остановил, то есть показал ему, что парень, ты уже приплыл, поэтому давайте, все, спокойно, мы побежали дальше. Он так замолчал, карифаны его тоже посмотрели, так замерли все, ну так, ничего, продолжения никакого не было, но это вот четко, я вот, я попал в одну ситуацию, где я видел, что отец показал, папа может, я думаю, что может, да. Ну просто тоже интересно, знаешь, как это такая вещь, занимаясь боксом, например, я же там, детские ощущения у меня все равно, вот того времени, когда ты все-таки уже раз, тренировка два, три, ты там как-то себя уверенно чувствуешь, наоборот, ищешь драку, потому что хочется же проверить, что ты научился, знаешь. Это все начальный этап, это все по молодости, и знаете, когда ты становишься уже боксером, который уже достиг какого-то разряда хотя бы, ну ты уже не думаешь об этом, плюс тренера в основном, особенно наши, вот я тренировался, я начинал в советское время, по сути, там, недалеко это было, ну еще система вся советская же была, да, правило, вот, которое всем ребятам, которые приходят к нам в зал заниматься, отец говорит, если ты слабый, покажи, что ты сильный, но если ты сильный, покажи, что ты слабый. Это крутейшее. Это золотое правило, да, которое, плюс, он у нас есть в зале, в клубе нашем есть кодекс боксера, который, ты пришел в зал, ну это было раньше, сейчас уже нет этого, ты пришел в зал, тебе зачитали кодекс, ты прочитал, подписался, все, и там в кодексе говорится о том, что ты не имеешь права драться, ты должен защищать слабого, то есть, вот эти вот, знаете, как сильные человеческие качества, все, которые присущи человеку, особенно человек, который занимается, начал заниматься боксом, то есть, ты, по сути, уже с оружием, ты знаешь, как обращаться с этим, ты уже не такой, как обычный парень с улицы, поэтому ты не имеешь права им пользоваться, потому что, опять же, все, много было случаев, ребят, которые занимались боксом, вот тоже начинали заниматься боксом, походили полгода, научились, и какие-то неприятности попадали, сразу же милиция приходила к нам, к папе, там, это ваш, он занимался у вас боксом, почему, и все вопросы сразу к нему, какие-то задавались, поэтому, он объяснял, он пытался объяснить, что бокс, это не оружие нападения, а бокс, это, по сути, защита. Не, ну, слова крутые, конечно, если сильный, покажи, что слабый, а слабый, покажи, что ты сильный, знаешь, у нас немножко похоже, тоже, мой учитель мне говорил, когда играешь там злого, ищи, где он добрый, когда играешь доброго, ищи, где он злой, это немножко похоже, тоже, знаешь, по, по вот этим всем историям. Хорошо, скажи еще мне, Василий, вот что, вот ты живешь у себя, да, там родился, Белгород-Днестровский, правильно, ты всю жизнь там, ну, а как дальше, вот ты в Америку можешь уехать же, да, в любую минуту, сейчас подпишешь контракт. это как бы туда-сюда, почему? Ну, пока, а жить, жить, вот как все-таки ты? Я не знаю, мне, в принципе, я сейчас уже думаю не о себе, я сейчас думаю уже о детях, о своей семье, понятно, что сейчас, пока они маленькие, пока еще садик, пускай они, это чисто экологический город, пускай они маленький город, там все друг друга знают, там немного все по-другому, там не так, как в больших городах, здесь оно немного, мне больше нравятся, вот маленькие города, этим. Пусть они, сначала тут поживут немного, а дальше уже я буду думать об этом, безусловно, я думаю постоянно об этом, я хотелось бы какое-то яркое, хорошее будущее для своих детей, я пока не готов, я не готов поделиться, потому что я не знаю, что пока, я не знаю. Нет, все, этого достаточно, я поэтому тебя же не тяну там, потом, знаешь, в такое время живем, когда, я не знаю, что через три месяца будем, мы все, во всем мире, не то, что там мы с тобой не знаем, весь мир не знает, ты же видишь, что происходит, событий, все спрессовано, все, все такое происходит, да, непредсказуемо, но ты думаешь об этом, а я имею в виду, что, видишь, все-таки я понимаю сейчас, там, где я вырос, в Киеве, тот район Русаново, он всю жизнь со мной, я жил в разных странах, почему я 12 лет в России жил, активно работал и снимался, и у меня масса друзей осталась, и у меня там старшая сестра, и как-то мои корни с Россией очень сильно завязаны, потому что у меня батя с Алтая, батя Сибиряк у меня, мама моя с Украины, с Луганской области, у меня дед похоронен, я из семи шахтеров по маме, у меня в Луганской области похоронен дед, понимаешь, а я вырос уже в Киеве, ну, Русановка для меня, это та земля, малая родина, вот, которая, чем старше я становлюсь, тем больше меня туда тянет, и я понимаю, что все мое там, во-первых, Левый Берг в Киеве, у меня там мама похоронена, брат мой похоронен, отец мой похоронен, бабушка моя похоронена, тетка моя похоронена, тут же у меня все в Киеве похоронены, я вот там вырос, и со временем, чем старше становлюсь, чем больше я вижу, тем больше мне понятнее, даже в Одессе, вот там пятый год живу, очень так плотно здесь, да, но все равно Киев остается моя родина, и там, и Русановка, конкретно район, где я вырос, и он еще дальше меня тянет, и тянет, вот я, например, уже не знаю, как сложно, но я ни в какую страну не готов переехать, даже если маленькой дочке 7, старшей 15, она уже сама там как-то будет рулить, и тоже я не знаю, понимаешь, вот для вас слово родина, вот вы как бы описали слово родина, для вас, для меня родина, это тот двор, где я вырос, вот просто двор, где я вырос, этот вопрос, я точно так же ответил, А Русановка, это мой район, знаешь, чем еще он хороший, детский садик там, вот я в 4 года старая дарница была, мой брат родился с Аней, у меня батя получает квартиру, этот район только строился, я приехал туда пацаном, и мы все во дворе, вот все, кто приехал, этот район на наших глазах строился, были наши, бульвар Давыдово, дальше мы по стройкам бегали, пацанами нам было 6-7-8 лет, мы в один садик ходили почти все, школа была с домом, просто через дорогу школа, там я занимался тоже спортом, потом футбол, это стадион Восход, где мы бокс сцены снимали, я трамваем туда, вся Русановка ездила на футбол, понимаешь, то есть это вот для меня это связано, и сейчас, спустя столько лет съемки в Восходе, я вспоминаю, я школьником сюда ездил, с трамваем, все мы на футбол, потом бокс, может тоже я туда в зал как-то приходил месяц, ну то есть для меня все это школа, двор, вот очень просто, двор, где я вырос, вот это и есть родина, а дальше уже идут глобальные какие-то вещи, поэтому мне интересно, тебя в городе знают, особенно ты маленькому городу своему принес с папой вместе, блин, ну принесли такую славу, известность, и это же очень хорошо, и ты при этом никуда не уезжаешь, я думаю, возможности были, и были предложения, уверен, что у тебя и туда, и сюда, и было все это красиво, наверное, и гораздо, думаю, материальнее, интереснее там. Люблю я свою родину, как и вы любите свою, Ну вот и все, да, Украина по надусе, как бы ни говорили, как бы это ни преподавали, особенно сейчас, знаешь, вот патриотизм проходит немножко, да, сейчас очень четко люди так, прямо видишь, знаешь, тех, кто больше всех орали, их нету, а те, кто никогда не орали, там плачут, потому что сердце у них болит с тем, что происходит, да, то есть все стало ясно, и все равно, я верю только молодым, и для меня родина, это конкретные люди, все равно, вот мой учитель, Кость Петрович Степанков, который ковпака играл, народный артист СССР, его в основном люди знают, как мужа Ады Николаевны Роговцевой, это моя крестная мама в искусстве, она меня привела к Степанкову, понимаешь, он такой, это величайший актер, который тоже мне, а я все кричал, я в Москву, Кость Петрович, ну тогда советское время, все в Москву хотели, все было там, кино в Москве, театр в Москве, перспектива только в Москве, и он мне говорит, дурачок, дурачок, он придет время, и ты поймешь, что вот то, где ты там учился, и не важно, где ты работаешь, надо быть человеком, хорошим артистом, потому что ты там про людей играешь, а про людей можно играть, где угодно, вот он мне это говорил, и ничего патриотичнее, сильнее для меня, вот сейчас я вспоминаю, ничего нет, и я вернулся после Москвы, и сейчас как никогда его вспоминаю, и не важно, где ты будешь, важно все равно оставаться, как это у рэперов, человеком, да, важно оставаться человеком, внутри, поэтому, ну на тебя, Василий, короче, огромная у нас надежда, и правда, очень приятно, когда вот лицо вашего поколения, вот непосредственно, ты, Усик, там Серега сидит, актеры молодые, посмотришь, оценишь, как у нас артисты боксеров сыграли, ну надеюсь, что будут сцены непозорные, что-то, конечно, может покоробить тебя, дядя Толя, вы бочайте сразу за все, обращаясь к вам непосредственно, что пытался играть тренера, ну как мог, и хотел, конечно, передать немножко ваши черты, ну маленькая роль, к сожалению, и для вас надо отдельный фильм снимать, вот как только начнем историю, я уж тогда готов общаться плотно, наблюдать за вами по миллиметру, и прям постараюсь сделать один в один, потому что дядя Толя заслуживает отдельного кино, безусловно, отдельного, и ну давай друзьям привет, скажи какие-то слова, можешь передать всему веру, Вася, у нас радиоаристократы ФМ слушает весь мир, поэтому хочешь обращайся к другу нам. Очень-очень-очень приятно, очень приятная встреча, спасибо вам, что пригласили, безусловно, правильно сказали, кем бы ты ни был, где бы ты ни был, ты должен оставаться человеком, и любить свою родину, всем привет. Наш дорогой гость, чемпион мира, дважды чемпион мира, дважды олимпийский чемпион, наше все, наше будущее, наша радость. Василий Ломаченко был сегодня в гостях программы «Обратная сторона ветра». Спасибо, Вася, что ты доехал и подарил такие приятные минуты. Папе поклон, семье поклон. Очень надеюсь, что как-нибудь сорганизуемся, приедем к тебе, наверное, снимем дядю Толю, ну и с семьей познакомиться, если ты не против. Проезжайте, проезжайте. Спасибо. Василий Ломаченко, гость сегодняшней программы. Запись была у Игоря Рыбиновича, город Одесса. Алексей Горбунов был с вами. Adios, amigos.